Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш разговор о молодежной инициативе, о творчестве. И вновь у нас в гостях руководитель молодежного киноклуба «Доброе кино» Татьяна Комарова. Здравствуй, Танюша! Здравствуй! Тань, вот сегодня, наверное, стоит нам поговорить более подробно о конкретных творческих делах. И я попрошу тебя рассказать о деятельности киноклуба «Доброе кино», киноклуба, у истоков которого стояла ты, который ты возглавляешь по сей день. Расскажи о том, как он создавался. Несколько слов об истории его появления на свет. 23 марта прошлого года по инициативе международного кинофестиваля благотворительного «Лучезарный ангел» в бывшем кинотеатре «Литва», который находится при гостинице университетской, был открыт студенческий киноклуб «Доброе кино». Идея создания этого киноклуба возникла вследствие того, что на благотворительном кинофестивале очень много показывали разных фильмов духовно-нравственного содержания. И киноклуб призван дублировать эти фильмы и бесплатно показывать для молодежи. То есть работали мы в прошлом году каждую неделю по воскресеньям, это воскресный киноклуб, куда приходит молодежь. В этом году мы также продолжили свою работу, но уже один раз в две недели. Какие фильмы удалось посмотреть за это время, и были ли какие-то отклики о деятельности киноклуба? Киноклуб уже работает целый год, и поэтому, конечно, мы успели посмотреть много фильмов, очень хороших, добрых и светлых фильмов. Началось всё с открытия... На открытии мы показывали кинофильм «Гибель империи. Византийский урок». Тот фильм, который вызвал массу откликов в обществе, очень много разных мнений и споров, и был интересен тем, что автор фильма проводит некую параллель с современной Россией. Именно поэтому мы решили, что начало киноклуба должно пройти именно с этим фильмом, именно после этого фильма. И поэтому было достаточно интересно, мы пригласили знаменитых византологов. Было интересное обсуждение после киноклуба, поскольку у нас в киноклуб работает так, что после просмотра фильма у нас обязательно состоится обсуждение. Также у нас в гостях был Александр Петров, обладатель «Оскара». Мы показывали ряд его мультипликационных фильмов. Это и «Моя любовь», и «Русалка», и много других. Мы смотрели нашумевший фильм «Ярик». Также смотрели в этом году «Полиану», маленькую принцессу Владимира Граматикова. Делали подборку фильмов о детских непростых судьбах, но с хорошим концом, где дети, главные герои фильмов, не отчаиваются, несмотря ни на какие трудности своей судьбы, не отчаиваются и мужественно преодолевают все трудности. Также мы смотрели фильмы «Костяника», смотрели фильмы «Спеши любить», потому что проблема любви тоже очень острая сейчас стоит, чистая, настоящая, искренняя любви стоит в обществе. Поэтому мы смотрим много разных фильмов и после этого, конечно же, их обсуждаем. Тань, а на кого ориентирована деятельность киноклуба? Кто посещает киноклуб? Возрастные категории какие? Изначально киноклуб планировался как студенческая организация, куда будут приходить молодые люди смотреть фильмы, обсуждать. И потом мы предлагали ряд интересных затей. То есть, например, у нас были мастер-классы по историческому бальному танцу. После просмотра фильма обсуждения мы предлагали зрителям присоединиться к танцам. Проводились бесплатные мастер-классы прямо в фойе киноклуба. Но сейчас мы рассчитываем на то, что нужно расширять аудиторию и делать показы для детей, для молодежи, как это уже было сказано, и для более пожилого возраста, поскольку пожилые люди тоже очень хотят участвовать в такой деятельности. А с какой аудиторией работать легче? Вот, допустим, проводим обсуждение после фильма. Кто лучше откликается на показанный фильм? Кого легче разговаривать? Даже, наверное, так построить свой вопрос. Безусловно, легче разговаривать с детей, потому что они очень искренне, очень глубоко переживают события фильма, и поэтому им очень интересно потом поделиться своим мнением, и все хотят высказать свое мнение по поводу фильма. С молодежью сложнее, потому что я как ведущая киноклуба, проводя обсуждение, сталкиваюсь с той проблемой, что молодежь стесняется, сковывает речь свою, и вообще иногда порой не раскрывается в полной мере, как это могло бы быть. Поэтому, безусловно, легче с детьми. Но и с людьми пожилого возраста, потому что их уже жизненный опыт подсказывает им, как себя надо вести. Понятно. Тань, а ты сама изменилась за этот год? За год деятельности, работы в киноклубе? Вот вспомни себя до киноклуба и сейчас. Что в тебе изменилось? В какой-то мере изменилось, потому что общение с людьми дает очень многое. Все очень разные. К нам на показы, на некоторые показы приходило более 200 человек. Бывали и камерные показы. Но когда после показа к тебе подходят люди и начинают... Ты понимаешь, как для них это важно. Когда они начинают тебя благодарить, и ты осознаешь, как это важно, конечно же, что-то в душе меняется, становится как-то легче жить. Я могу сказать, что за этот год мне стало намного легче жить, потому что я увидела людей, людей непростых, людей, которые хотят быть вместе. Потому что киноклуб — это такая организация, которая объединяет людей. И люди хотят быть вместе. Это очень важно. Появилось много друзей? Появилось много друзей. И появилось очень много тех людей, которыми я дорожу. Очень сильно. Хорошо. Спасибо. Тань, а как бы ты сама определила цель киноклуба, значение киноклуба, даже, наверное, лучше, и цель, и значение его в жизни современного общества? Я бы сказала, что целью киноклуба служит, во-первых, объединение людей, во-вторых, осмысление чего-то, потому что каждый фильм, он содержит очень много, которые фильмы, которые мы показываем, содержат очень много каких-то нравственных моментов, которые западают в душу. Целью можно назвать и творчество, совместное творчество, потому что сейчас мы пытаемся создать при киноклубе центр, целый центр, когда бы молодёжь в свободный день приходила и занималась тем, что интересно молодёжи. Например, теми же самыми танцами, открыть кружок поэзии, литературной студии. Киноклуб позволяет это всё реализовать, воплотить в жизнь. То есть приходят туда люди и становятся частью, частью этого большого общества, общества кинолюбителей. Разочарования не было за этот год? Наверное, нет, потому что всё было так, как должно было быть. Любое разочарование можно воплотить во благо. И когда какие-то люди ненужные, люди отсеивались в процессе работы, я думаю, что это только сейчас на пользу. И будем надеяться, что так и будет впредь. Таня, твоё пожелание нашим телезрителям? Будьте счастливы творите и будьте счастливы светите и людям, потому что свет, который может подарить улыбка, могут подарить глаза в простой будничный серый день, она очень дорогого стоит. И вновь мы приходим к нашему девизу. Молодость должна творить. Совершенно верно. Спасибо. Мы прощаемся с Таней Комаровой. Надеемся, что она ещё не раз придёт к нам в студию. Ну, а у нас впереди, дорогие друзья, встреча с ещё одним очень интересным гостем, человеком, который тесно связан со студенческой инициативой, с развитием студенческой молодёжной инициативы. Сейчас к нам в студию придёт Дмитрий Николаевич Ващенко, преподаватель Государственного института русского языка имени Пушкина, кандидат филологических наук, заместитель декана филологического факультета по воспитательной работе. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Рад приветствовать вас в нашей студии. И первый вопрос. Вот какие инициативы, студенческие, молодёжные инициативы, удаётся формировать и успешно, надеюсь, реализовывать в Институте русского языка? Ну, начать, наверное, следует не с инициатив, а с того, кто их организовывает. В нашем институте уже достаточно давно существует самостоятельная структура студенческого самоуправления, которая называется Международный студенческий совет института, членами которого являются наиболее активные студенты нашего института. И ещё одна особенность этого совета, очень важная особенность, в том, что это совет международный. То есть туда входят и студенты-иностранцы, которые учатся в России, учатся на нашем филологическом факультете института. И одна из таких идей, которую мы притворяем в жизнь уже третий год подряд, стала такая акция, которую мы называем «Молодёжь инициатива» или «Зима милосердия». В чём она заключается? Мы очень долго думали, как можно сориентировать студентов на какую-то социальную работу, на то, чтобы как-то они почувствовали, ощутили, в общем, тот мир, в котором они живут вокруг. И решили, что заниматься тем, что творить добро людям – это очень важно, и студенты это делают достаточно охотно. Что мы делали? Мы, если говорить о таких акциях, то есть известный такой фонд, который возглавляет нашу замечательную актрису Чулпан Хаматова, который помогает достаточно давно и успешно детям, которые находятся на лечении в российской республиканской детской клинической больнице, знаменитой РДКБ. Мы тоже, в общем-то, присоединились к традиции помогать этой больнице, тем более, что она от нас недалеко, от нашего института. И уже несколько лет подряд наши студенты сами приносят какие-то вещи, делаются небольшие материальные пожертвования, и делается всё для того, чтобы тем детям, которые там лежат, и их родителям, было легче. Почему? Потому что многие не знают, что по нашему российскому законодательству оплачивается лечение бесплатно только детям, которые там лежат. То есть родители, которые зачастую на полгода выпадают и остаются без работы, сидят с ребёнком, таких средств для существования не имеют. Им нужно как-то тоже жить, как-то помогать. В общем, этим мы тоже занимаемся, и с моей точки зрения, достаточно успешно. А как удаётся студентов приобщать именно к благотворительности, или вообще к общественной деятельности? Ведь любой студент может сказать, ой, много задают, столько дел, я ещё и работаю к тому же. Ну, не секрет, что многие студенты сейчас работают. И общественная деятельность вроде как уже и не актуальна, осталась где-то в советском прошлом. А вот как сделать, чтобы современный студент, современный молодой человек или девушка, и учащаяся, и работающая, вдруг на какое-то время остановил свой ритм и стал заниматься вот этими делами, собирать вещи, собирать деньги, идти в больницу? Ну, как ни странно, это достаточно легко. Достаточно легко в том случае, если студент видит, на что направлены его усилия. То есть студент, в общем-то, сейчас, чем достаточно все образованы, и такие ребята достаточно умные и толковые, и им очень трудно говорить вообще, что, ребята, давайте сделаем что-то такое абстрактное. Но когда ты приносишь в институт, например, конкретную фотографию конкретного ребёнка с сайта больницы, которому нужна конкретная помощь, то есть это не просто куда-то на деревне дедушки, это конкретный ребёнок или конкретно родители, то, как правило, в общем, откликаются все, и равнодушных не остаётся. Поэтому вот когда человек, когда молодой студент видит, что ему предлагается сделать что-то конкретное, то, как правило, нет никаких проблем, чтобы откликнуться на эту инициативу. Главное – предлагать какие-то конкретные вещи. Как меняются сами студенты? – Ну как вот, очень хорошо. Во-первых, им это, на самом деле, это психологически тяжело даже, когда мы первый раз, в общем, отвозили туда вещи и деньги, в общем, во-первых, там была выставка рисунков, которая нас всех поразила вот в холле больницы, потому что не знаешь, вот там висят имена детей, а не знаешь, как вот ребёнок, который нарисовал эту картину, он жив, он вылечился или он продолжает лечиться, в общем, очень замечательные картинки. Ну и, в общем, те, кто туда со мной поехал, эти ребята, в общем, до сих пор уже, в общем, продолжают этим заниматься. То есть, в общем, это достаточно серьёзно меняет людей, когда человек сталкивается с конкретным делом, когда он видит конкретных родителей, конкретных детей, потому что дети там в изолированных боксах и к ним не пускают просто так. Но, тем не менее, можно пообщаться с родителями, можно передать вещи, потому что, ещё раз говорю, что многие дети, например, если человек приезжает летом на процедуру, то, скорее всего, у него нет там зимней одежды, а детям тоже можно иногда гулять, как на свежий воздух. Ну, в общем, меняются и меняются в лучшую сторону, в общем, и продолжают делать то дело, которое они когда-то начали. А реакция этих детей, к которым вы приходите? Ну, с детьми мы не общаемся, потому что, ещё раз говорю, вот то отделение, где лежат дети с онкологическими заболеваниями, там абсолютно стерильность, и там только врачи и только их родители. Но общаться можно с родителями, родители всегда выходят в холл, им всегда можно позвонить, есть мобильные телефоны, вот, и поэтому можно передать родителям, и есть специальный центр при больнице, куда, в общем, можно привезти вещи, оставить, и там очень добрые, заботливые сотрудники разберут это всё по размерам, по возрасту, и всегда, в общем, можно быть уверенным, что то, что ты принёс, это будет кому-то отдано, и это не пропадёт. Хорошо, интересно, интересно, такое живое участие в судьбах других людей. Наверняка, это и коллектив тоже как-то объединяет. Ну, в общем, да, и самое главное, что студенты всех курсов, то есть сейчас те студенты, с которыми мы начинали эту акцию, они уже учатся в магистратуре, то есть это уже старшие ребята, но есть младшие курсы, которые, в общем, в виде того, что происходит, в виде наших фотостендов, которые мы регулярно вешаем, о нашей каждой проведенной акции, приходят и спрашивают, чем мы можем помочь, что мы можем принести и так далее. То есть, в общем, такая передача инициативы по цепочке, если так можно сказать. Какие ещё виды деятельности проходят на факультете? Ну, ещё из того, чем мы можем, так сказать, отметиться чем-то, это всевозможное участие наших студентов в различных таких творческих вечерах, которые организуются, скажем, для ветеранов войны. Сейчас идёт известная историческая дата, будет 65 лет битвы под Москвой, и вот в феврале буквально у нас проходил конкурс песни военных лет, который назывался «Гвоздика», где выступают и студенты нашего института, и представители ветеранских организаций, школьники нашего района, где расположен институт. То есть, в общем, практически вся молодёжь района в этом как-то задействована. И зрители – это обычные люди, это и ветераны, и пенсионеры, и родители тех школьников, которые выступают. Тоже, в общем, хороший такой опыт, такого позитивного обмена добром. Мы выступаем, поём песни, не только мы, но и студенты других институтов, РУДН, там наши соседи, медицинский университет. В общем, наши все соседи по, скажем так, юго-западному округу в этом принимают участие. И, в общем, мероприятие тоже очень интересное и очень хорошее с точки зрения того, как нужно делиться добром. Это больше стремление поделиться добром или досуг? Нет, это скорее стремление поделиться добром и творчеством, потому что, в общем, вы бы видели, как здорово ветераны поют, которым уже многим за 80, и которые выходят на сцену, и, в общем, перепевают даже некоторых студентов, и, так сказать, по своей энергетике тоже очень-очень мощно и очень позитивно. Это тоже заражает, и вот это очень здорово, когда вот есть такая связь поколений, у которого можно очень много что почерпнуть, мне кажется, нам всем. А тоже интересный такой вопрос возникает. А как вы отдыхаете? Ведь понятно, что такую напряжённую, серьёзную работу, работу, направленную на улучшение, что ли, в какой-то степени климата в обществе, нужно совмещать и с отдыхом, и наверняка у вас есть какие-то интересные предложения, уже, может быть, реализованные предложения в плане отдыха. Ну, в общем, отдых, да. Если кто работает хорошо, тот и хорошо отдыхает. Организовываем мы поездки для наших студентов, поездки по, прежде всего, российским регионам, потому что мне представляется, что очень полезно, когда молодёжь знает, что такое Россия, потому что в Египет и в Турцию все ездят, а вот куда-нибудь в Вологду ездят не все далеко, а это очень прекрасный русский древний город. Вот, и поэтому каждый год на зимних каникулах, на летних, мы стараемся такие выезды проводить с тем же нашим, так сказать, активом, Международным студийским советом, с теми ребятами, кто и участвовал в этих акциях, и в других, то есть наиболее такие творческие, наиболее энергичные ребята. И в прошлом году мы ездили в поездку в Михайловское по пушкинским местам, в общем, институт имени Пушкина как-то должен был оказаться в пушкинских местах. Вот в этом году, в феврале, мы вот совершили такую поездку в Вологду и в Кириллов, и в Ферапонтово. Посмотрели знаменитые фрески Дионисия, которые там сохраняются, и, конечно, были потрясены увиденным. То есть, в общем, конечно, отдыхать тоже нужно, и наши студенты отдыхают хорошо. У меня, я слушаю, возникает такой вопрос, может быть, немножко каверзный, может быть, немножко сложный. Ответ на него, наверное, однозначным быть никак не может. Как же все-таки в нынешних условиях, вот наш век в мегаполисе, сформировать творческую, активную личность, именно личность молодого человека? Ну, как мне кажется, это как и трудно, и в то же время легко, если ставить перед студентом, если мы говорим о студенческой аудитории, адекватные задачи. Еще раз говорю, что студент очень далеко не глупый человек, и он прекрасно понимает, что если ему предложишь что-то такое из области фантастики, то он скорее не будет это делать. Но если ты ему предложишь конкретное дело, и где самое главное, он увидит конкретный результат своих усилий, что он не просто так куда-то приходил, что он не просто так что-то делал, а что это прежде всего нужно и ему самому, что ему потом за это скажут спасибо, и что ему за это институт тоже с какой-то встречной инициативой пойдет навстречу, когда бывают какие-то трудности, то тогда это, в общем-то, не столь сложно. Гораздо сложнее сформировать вот эти конкретные задачи, которыми можно студентов увлечь. А вот если эти задачи есть, то студенты, как правило, приходят сами еще, приводят с собой друзей, и, в общем, все уже происходит гораздо легче, чем вот на момент постановки вопроса. Нужно ставить вопрос, тогда можно вполне студента социально сориентировать и вообще, так сказать, воспитать его как-то, да. Сейчас модно такое слово, может, оно не очень хорошее, но, тем не менее, его часто можно услышать и с экранов телевизоров, и в печати увидеть. Пофигизм. Вот как вы думаете, наши студенты, наши люди в большей степени пофигисты, или все-таки нет? Ну, это вообще такой вопрос, он там из области такой философии. У нас все время так, в России, видимо, наша такая ментальность, что у нас каждое поколение смотрит на следующее с таким ужасом и говорит, боже мой, как Лермонт говорил, там такое печальное, я гляжу на наше поколение. У нас каждое поколение почему-то с печалью глядит на тех, кто идет следом за ними. Хотя, на самом деле, там нет ничего печального, все, естественно, бывает, люди все разные, но с моей точки зрения у нас очень хорошая, нормальная молодежь, которая, еще раз говорю, что если им предложить что-то, от которого сам человек увидит, что это нужно для него, то все это будет гораздо лучше, не будет никаких разговоров по поводу того, что, ах, мы в ваши годы, и так далее, и так далее. Такая аргументация, которую мне когда-то и мои родители тоже говорили, а потом вроде ничего, сейчас общаемся, и никто не говорит, что как-то мы в ваши годы. Вот, поэтому с этой точки зрения нет. У нас очень хорошая молодежь, и я, так сказать, не вижу таких оснований для того, чтобы говорить, что все очень плохо. Как говорят, да, на те тоже везде там СМИ, что все очень запущено, далеко не запущено, нормально. Трудно совмещать учебную работу, научную деятельность. Так или иначе, нам, преподавателям, нужно писать и статьи, и учебники, и пособия. И плюс еще вот это вот, ну, даже язык не поворачивается, сказать административную работу, хотя, по сути, это административная работа, общественная работа. Ну, в общем, конечно, не без трудностей, все бывает, но, в общем, если очертить себе круг задач, с которыми ты можешь справиться, и опять же не пытаться, так сказать, поймать всех зайцев сразу, то, в общем-то, получается все, на самом деле, организовать. Поэтому стараемся, работаем, в общем, студентам нравится, поэтому думаю, что не так страшно, как это выглядит все на первый взгляд. Ну, конечно, есть два типа администратора, наверное. Один – это человек, который отгораживается от студентов за высокими дверями, кабинетов, за секретарские головы, пытается себя как-то спрятать, и не дай бог, кто-то лишний раз постучится или войдет. А другой тип, наверное, это тот тип, когда человек берет гитару вместе со студентами, идет в турпоход, везет их на экскурсии, и, в общем-то, как-то старается и студентов приобщить к чему-то высокому, светлому, и сам, наверное, много получает от этого. Это же процесс такого взаимного, так сказать, обмена энергетикой, опытом и так далее. И мой такой принцип работы, который для меня является основополагающим, я всегда считаю, что студент – это не сосуд, который нужно заполнить, как говорят, это факел, который нужно зажечь. Если ты даешь человеку импульс, если он зажигается, то потом уже можно, в общем-то, не то, что ничего не делать, а просто уже смотреть, что происходит, и контролировать процесс горения, так скажем. Поэтому самое главное – это зажечь человека, а дальше уже все идет гораздо легче и интереснее и для студента, и для меня тоже. Спасибо, Дмитрий Николаевич, за очень интересный разговор у нас получился. Что ж, на этой ноте, радостной, оптимистичной, мы заканчиваем нашу передачу. До новых встреч, дорогие друзья!